Ну что ж, добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер Премьер, который оставляет в наших эфирах с цветочкой Лавровой И мы сегодня снова вместе, снова у нас на огоньке наши... Ой, пардон, пардон, это у меня здесь включается Я думаю, кто здесь со мной? И, в общем-то, я сегодня приветствую всех, кто пришел к нам на прямой эфир на канале на YouTube и в наш Zoom И с радостью представляю вам Светлану Светлана готова ответить на вопросы, которые накопились за эту неделю Накопились на разных сайтах, в Инстаграме, в Телеграм, да? И так далее, и тому подобное И, Светочка, добрый вечер Добрый вечер всем Ждем, 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 какие вопросы накопились Пока они соединяются, я, наверное, традиционно отвечу на вопросы Я пока ты не начала, все-таки опять забыла, что нас могут смотреть новички И те, которые вообще просто так, скажем, заскочили И вдруг на какие вопросы, а что и как, а кто здесь Андрей, можешь ли ты представить нам Светлану с точки зрения, скажем, уже бывалого человека Пожалуйста, а то все время я представляю Спасибо Ну, Светлана, у нас очень опытный человек в этом плане автономии Поэтому может всегда поделиться своим опытом Рассказать, как она начинала, с чего начинала Как-то так А что начинала-то, давайте так Человек думает, что же начинать-то, чем заканчивать, чтобы начать-то надо с чего-то Можете планово, что сама расскажете, что я могу про нее рассказать Хорошо, Светлана, немножечко, да, наш экскурс назад Более чем на шесть месяцев назад И, соответственно, я все-таки скажу, что Светлана более трех лет практикующий автоном Кто такие автономы, вы немножко услышите позже, но это люди, которые могут спокойно жить без еды и без воды И с малым количеством сна Ну, а дальше Светлана продолжит, пожалуйста, дорогая Да, но я бы хотела, наверное, сказать, что Во-первых, очень важно, что автономия – это не голод Автономия – это состояние Состояние, в первую очередь, твоей головы Потому что мы, многие, наверное, уже ощущали, кто практикует сухие голодания, лечебные голодания Они, наверное, все равно ощущали, что тело, оно очень часто не просит у нас еды У нас очень часто просит еды именно наше сознание, наш мозг И автономия – это как раз не про еду Автономия – это автономия сознания И она может произойти как на малоедении, так и на неедении Неедении и непитье То есть малоедение, я называю, не когда вы мало кушаете на завтрак, на обед и на ужин А когда вы мало кушаете в неделю То есть, например, раз в неделю Или раз в месяц, раз в несколько месяцев Вот это называется малоедение Когда мы кушаем не для того, чтобы не для поддержания, как нас учили с детства Что для поддержания своего аватара вообще жизнеспособным А именно для того, чтобы произвести какую-то разгрузку Потому что мы длительное время вообще находились в еде, в питье и во сне И сейчас очень многие люди, которые это немножечко познали И доносят до нас, до вас То, что наши базовые настройки – это без еды, без воды, без сна И, в принципе, мы, конечно же, можем обходиться без кислорода То есть без вдыхания Легкими И это происходит на каждом этапе На каждом этапе своего личного становления Еще хотела бы отметить, что такое Что если вы видите человека, который там какое-то время находится вне еды То это не обязательно ваш путь Это не обязательно вы должны идти этим путем Это не обязательно, что вы должны сломя голову нестись в его опыт У вас будет обязательно свой опыт, свой индивидуальный опыт И не факт, что вам это вообще нужно будет Потому что это абсолютная смена сознания Это абсолютная смена реальности Это абсолютно другие понимания и воспринимания И когда вы переходите вот эту черту Когда вы не кушаете, не употребляете жидкость И минимизируете, либо убираете сон То вы переходите как раз в те состояния, когда они иные Это не лучше и не хуже Вы чувствуете не больше и не меньше Вы чувствуете все по-иному То есть каждое воспринимание Каждый звук, каждый запах Каждый взгляд, каждый взор Каждый объект, субъект У вас воспринимается не ушами, не глазами, не носом А вибрационно, то есть вы чувствуете каждый Каждый шелушение листика Вы чувствуете не ушами, а вы чувствуете всем своим телом Вы чувствуете эту вибрацию Это абсолютно иное восприятие И если вы хотите к этому прийти И если вам это интересно То у нас уже достаточно много спикеров Которые рассказывают о своем опыте И вы можете им воспользоваться как подручными средствами Потому что плюс-минус у всех состояния Если они идут этим путем То плюс-минус у всех состояния одни То есть можно будет уже сказать Что вот в этот день вы будете испытывать вот это Вот в этот день вот это То есть там буквально колеблется в один-два дня максимум И вам будет, когда вы будете понимать, что с вами происходит Вам будет проще к этому идти И это здорово, что люди начали открываться Что люди начали раскрываться И что люди начали вообще об этом рассказывать Потому как я, когда к этому начала идти Настолько это была закрытая информация Настолько их вообще не было в принципе Что мне, что это была Каждая попытка войти в сухие дни Это было жуткое преодоление страха А что со мной будет? А выживу ли я? А можно ли так? Потому как в каждом учебнике написано Что человек может находиться без еды там 40 дней А без жидкости всего 3 дня И потом на четвертый день И без кожевого неогранизма он убирает И вот эти постоянные преодоления вот этого вот страха Оно все время стопорило Оно все время останавливало Но сейчас очень много людей Которые рассказывают вам о своем пути О своем опыте И это очень здорово, мне кажется Когда вы понимаете, что вы, во-первых, не один И когда вы четко понимаете Что если с вами вот это вот произошло Вы можете посмотреть какого-нибудь спикера Либо прийти на какой-то марафон Либо прийти на какое-то обучение Либо там пройти какой-то курс Если вам это интересно И вам расскажут пошагово Что с вами может произойти И почему, и что происходит с вашим организмом И когда мы знаем, что происходит с нашим организмом Нам достаточно просто проходить те моменты На которых мы бы, наверное, в иной ситуации Застопорились бы И вышли из этих наших естественных дней Вот как-то немножечко, наверное, вот такое вступление Сегодня у нас будет Да-да, великолепное вступление И самое главное, что понятно все Понятно тем, кто впервые сегодня с нами И те, кто, может быть, не всегда бывает полные эфиры Спасибо, Светлана Спасибо, движемся дальше Итак, первый вопросик С сегодняшнего вечера Если есть какие-то вопросы в чате Я готова сразу же уже начать Есть, Светочка Сейчас я вот озвучу здесь По-моему, от Алексея Да, Алексей задал вопрос Как выходить грамотно С длительных отказов от еды Опять По-моему, такое было уже Много раз Я уже, конечно, рассказывала Что такое выходить грамотно Ну, здесь, смотрите Я вам смогу дать какой-то Какой-то базовый, да Вот инструмент Ну, длительные сухие дни Это, во-первых, понятие относительное Насколько длительные и для кого А во-вторых, нужно смотреть Как вы воспринимали вообще Все вот это вот прохождение Ваших сухих дней Как оно вообще у вас проходило Это тоже очень важно Второй момент Третий момент Нужно понимать, что Для чего вы заходили на сухие дни Это было ваше оздоровление Вашего тела Вашего организма Вашего аватара Либо вы шли туда Для того, чтобы Поймать какие-либо состояния Но если мы будем говорить Ну, вот образно То я бы все-таки рекомендовала Выходить сухих дней Именно на полыне Почему полынь? Потому что, когда мы кушаем Это я сейчас просто в двух словах Сейчас скажу Когда мы кушаем и пьем полынь То наши рецепторы, которые засоренные У нас вот на язычке находятся Они на небе Рецепторы Очень часто болит небо Когда мы выходим с сухих дней На фруктах Либо на овощах У нас такой сразу же отток дает в небу И чтобы вот этого не было Когда мы кушаем Вот эти рецепторы у нас забиты И после полыни Они их начинают Полынь начинает разгрожать Своей горечью И у нас появляется слюна Которая вызывает аппетит Но после сухих дней Когда наши рецепторы Они очищены И когда мы принимаем полынь То эфирное масло полыни Только в этом смысле Забивает как бы наши рецепторы И только после сухих дней После полыни мы не хотим кушать И после полыни не наступает Воды даже самой очищенной Самой прочищенной С правильным PH Неважно Любая вода дает отек Любую воду клетки начинают впитывать Но клетки не начинают впитывать полынь И поэтому я бы рекомендовала Входить, конечно, с полынью Но как вы себя чувствуете Это в любом случае Вы должны чувствовать свой организм И это будет для вас самым правильным Прекрасно Ответ замечательный Полынь всему Голова, как говорится И еще У нас хлеб был Давайте я задам вопрос Давай, давай Света, как ощутить Вот это Как ты можешь описать Вот эту переключку Автономии Когда Ты понимаешь Что ты не хочешь есть Как энергию Или как Ты бы описала ее Со стороны Если говорить На плане физическом То тогда идет четкое Такое понимание Что Ну оно сначала Наступает Знаешь Такого Ты вроде бы Как бы хочешь кушать Но ты Ходишь по магазинам Например Смотришь на все продукты И ты понимаешь Что это не хочу Это не хочу Это не хочу И когда Начинаешь Отслеживать Почему ты не хочешь Ты приходишь К такому мнению Что ты Хочешь есть Не потому Что ты хочешь есть А потому Что у тебя Осталась эта привычка Что как бы Надо поесть И когда Ты ее отбрасываешь То уже Вот этого Вот страха Нет И А если говорить На психологическом плане То Такой происходит Момент Когда Ты понимаешь Что Ну Наверное Как-то Что ты уже Настолько Больше Чем Вот эта еда И тебе Не хочется В нее возвращаться Это наверное Вот как ребенок Который Ползал Потом Начал Как бы Вот так Неустойчиво Ходить А потом Уже Начал Бегать И когда Он начал Бегать Он уже Ползать Не особо Захочет Только в том Случае Когда он Начинает Играть И здесь И здесь Если ты слышишь Как Какой-то звук Своим Ухом То То Оно Идет Как Знаешь Как Как Мона Когда Ты слышишь Ушами Это Монозвук Да Когда Ты идешь В процессе Автономии Когда Ты чувствуешь Вот эти Ловишь Вот эти Вот Волны Ты Этот Звук Эти Вибрации Чувствуешь Телом И у тебя Идет Стерео И после Того Как Ты Почувствовал Вот это Вот Стерео Ты к Мона Возвращаться Уже Не хочешь И Когда Ты Начинаешь Осознавать То Тебе Уже Когда Тебе Начинают Предлагать Еду Ты Уже Не через Силу А Просто Думаешь Как Ну Как А Зачем А Как Допустим Есть Ощущение Обычно Говорят Всем Тело Чувствует Как Ты Опишешь Эмоционально Есть у тебя ощущения Чувствуешь Ты Ментально Эмоционально Астрально Эти тела Или Как бы Как Энергию Вот Как То Так Я Я Вообще Никогда Не знала Я Никогда Не касалась Йоги Я Никогда Не касалась Вот этих Чакр Когда Говорят Что Такая Это Чакра Такая Это Чакра Там Такие Это Тела Этого Я Никогда Не знала И Никогда Не Чувствовала Но Я Сказать Что Когда Ты Находишься В Состоянии Вне Вне Еды Вне Жидкости Если Добавляешь Еще Вне Сна То На Определенном Этапе То есть У каждого Он Свой У Меня Это Появилось Когда Я Начала Постоянно Практиковать То есть На Четвертый На пятый День Без Подсыпаний Когда Ты Начинаешь Чувствовать Что Все Что Тебя Окружает Вся Вот Эта Информация Которая Окружает Тебя Весь Вот Этот Эфир Воздух Который Окружает Тебя Он Иной Плотности Он Другой Плотности И Когда Ты Понимаешь Что Ты Находишься В Той Плотности Которую Ты Раньше Не Осознавал Ты Наверное Только Тогда Понимаешь Что Вот Эта Плотность Которая Может Полностью Ты Можешь Полностью Раствориться В Этой Плотности И Эта Плотность Может Полностью Тебя Собрать Либо Разобрать Я Я не знаю, понятно, это говорю или нет, но это такие расширения. Я понимаю, о чём ты говоришь. Получается, вот эту плотность я знаю, я тоже там всегда растворяюсь. А вот именно вот это состояние неедения, оно ещё к этому приходит или как бы описать это? Ну вот есть вот эта тишина, есть вот эта полнота, оно как бы от этой полноты отличается, вот этой самой энергией, когда ты отключаешься или тело само как бы переключается на какое-то другое у тебя это. Ты уже понимаешь, у тебя тело, оно уже, оно является просто проводником, ты уже чувствуешь, что ты как бы и не тело. Если на данном этапе ты понимаешь, что ты можешь там побегать, походить, погулять, там ещё что-то, тебе вот это постоянно хочется, 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 то на каком-то определённом этапе ты понимаешь, что тело – это просто твой инструмент. Твой момент, оно уже, ты через него, ты уже не столько через него чувствуешь, сколько ты позволяешь через него чувствовать. То есть тело для тебя является тем, на что ты можешь вредить одежду, потому что в нашем социуме это принято. Тело – это то, что ты можешь ощутить какие-то моменты, потому что тело – это дано тебе для того, чтобы прочувствовать вот какими-то рецепторами, да, что-либо. Но ты очень чётко понимаешь, что ты не есть это тело, а тело находится в тебе. То есть ты чётко осознаёшь, что ты готов этим телом на данный момент делать. Это я всё, Светик, пережил, да, я знаю, что я чистое сознание, что я не тело. Но вот этот инструмент, который ты, типа, вот этим неедением, ну, я ем, да, я знаю, что я не тело. Я просто, я больше тело, я как чистое сознание, полнота. А вот эту энергию, в которой ты находишься, она мне неизвестна. Поэтому я попросил тебя немножко описать, ну, как вот это само, это вот, или ощущение, когда вот именно вот эта переключка, когда тело переключилось, и ты, как бы, это как, типа, энергии тоже какой-то ещё. Потому что я не могу прочувствовать её. Я, как бы, полнота идёт, это да, но вот эта энергия, в которой ты находишься, я не могу её прочувствовать. Так, давай попробую тебе. Ну, тут, понимаешь, мы с тобой вообще очень часто созваниваемся. И, наверное, это такой вопрос, который касается индивидуально тебя. Потому что если я сейчас буду говорить, вот это вот рассказывать, то люди начнут на себя примерять, и не каждому это подойдёт. И вот этот вот взрыв шаблонов, он будет, наверное, не совсем правильный. Потому что далеко не каждый находится в таком состоянии, в котором находишься ты. И вот именно вот этот вот момент, вот эту вот тонкую грань, я бы, наверное, всё-таки рассказала бы, мы бы с тобой лучше поговорили бы как-то... Ладно, мы тогда оставим. Потому что это немножечко глубже. Оставим тогда эту тему, тогда ладно, продолжаем. Спасибо. Да. Отлично. Ребята, да, ну вы такие глубокие, и, конечно же, не всем понятно это всё. У кого там что с чакрами, у кого ещё какие там идут энергии. Интересно, интересно. У нас есть голос в чате. Тагир наш задаёт вопрос. Поэтому ждём тебя, включайся, дорогой Тагир. Привет. Да, привет. Доброго времени суток всем. Привет. Светлана, приветствую. Вопрос такой, Светлана. Уместен ли сейчас такой вопрос? Как вы бы описали, вы человек, который не пьёт, не ест и не спит, ощущение счастья? Ощущение счастья? Да. Я бы, наверное, сказала тебе так, я не знаю, насколько это будет понятно. Мы очень часто не знаем, что такое жизнь. Не знаем, что такое жизнь до того момента, пока мы не узнаем, что такое смерть. И есть люди, которые познают, что такое смерть. Но не путать с тем, что познают, что такое после смерти. После смерти у нас нет таких людей, которые вернулись бы с того света вот именно после смерти. У нас таких людей не существует. Но у нас есть люди, которые познали смерть. И вот когда ты познаёшь смерть, ты можешь познать, что такое жизнь. И когда ты познаёшь два этих состояния, то ты в каждом моменте уже начинаешь ощущать вот это вот присутствие смерти. И когда ты чувствуешь каждую секунду, каждое мгновение, всегда и во всём присутствие смерти, только в этом состоянии ты можешь себя ощутить абсолютно счастливым. И если мы говорим на простом языке, то это как бы, наверное, будет понятнее передать, если я буду говорить, что когда ты поднимаешь контраст, когда люди понимают, что они могут потерять, они начинают это очень ценить. И когда ты истинно видишь в каждом моменте своей жизни, всегда видишь смерть, ты в этот момент начинаешь становиться каждую секунду, каждое мгновение всегда счастливым. И, наверное, когда говорят люди о каком-то пробуждении, а я себя к пробуждённым, правда, никак не отношу, но тем не менее, если говорить о каком-то пробуждении, то это именно те люди, это именно тогда, когда ты видишь в каждом моменте смерть. И только после этого ты начинаешь себя ощущать постоянно счастливым, всегда счастливым и всегда ровно счастливым, без перепадов эмоциональных. Понятно, рассказала? Да, но я как-то видел эту другую грань, что когда ты видишь смерть и ты даёшь жизнь этому мгновению, этой эмоции, чувствованию этим знанием, этой любви, которую вы и ты передаёшь другим. Мне казалось, что именно так ты скажешь, но ты стала по-другому. Ну, я это всё принимаю и принимаю с любовью. Благодарю. Да, мы ничего, на самом деле мы ничего дать не можем. Если мы говорим в каком-то глобальном смысле, то уж тем более мы не можем дать жизнь. Мы никогда не рождались. Рождалось только, наверное, наше тело. Поэтому что-то дать и что-то кому-то передать, это слишком... Это, наверное, какая-то завышенная важность себя. И когда её немножечко взбиваешь, то ты начинаешь воспринимать это именно с другого ракурса. И когда ты без важности, без нужности начинаешь воспринимать, в первую очередь, самого себя, то всё вокруг у тебя начинает восприниматься именно в другом свете. Я благодарю, да, Светлана. И вот это второй или третий раз. И на Марфоне один раз было, где ты подсказала некий взгляд, то, что у меня отсутствовало в то время. Мне очень интересны, да, ответы. Они, можно сказать, как-то непредсказуемы. Но они открывают ту грань, которая действительно важна и нужна мне, я думаю, таким и другим людям. Поэтому очень-очень благодарю. Мне резонирует то, что вы делаете. Это классно. Благодарю. Благодарим тебя, Тагир, за вопросы. И если у нас среди присутствующих в Zoom ещё желающие спросить Светлану голосом, пожалуйста, включайтесь. Можете видео включать. Пока тишина. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем мы опять. Светочка, ты видишь вопросы в Ютубе или мне их озвучить? Да, озвучь, пожалуйста. Я потому что пока сейчас не переполучила. Хорошо. Да, я иду по-честному. И те, кто писал. Вот у нас Вика пишет, что, в общем-то, трудно в социуме. Большинство старых контактов рассосалось. Как вы работаете с людьми? Нужно ли объяснять, почему я не хочу есть? Живу в Германии. Тема автономии здесь практически новая. Ну, то, что касается социума, ребята, я вам сразу же скажу это. Если вы внутри себя, уже у вас будет такое устоявшееся, ваше лично устоявшееся мировоззрение, то все вокруг начнут вас принимать, потому что вы себя принимаете, безусловно. И вам никому ничего доказывать не нужно. Но если вы захотите что-то рассказать, если вас спросят, то лучше рассказать по-честному. Но, опять же, рассказать по-честному, наверное, не всегда получается в нашем социальном мире, потому что бывают разные каверные ситуации. У нас есть различные службы, которые тоже не всегда готовы принять такой образ жизни, особенно когда есть дети, к сожалению. Поэтому, наверное, тут в первую очередь будет, наверное, именно принятие ваше, вас самих, вашего образа жизни. И тогда многие аспекты, они потеряют вот эту вот, потеряют эту важность. И тогда вы можете спокойно говорить, кому рассказывать, кому не рассказывать. А то, что меняется окружение, но от этого никуда не деться. Оно, безусловно, будет меняться. Когда вы развиваетесь и идёте в следующий какой-то свой виток, то вы должны просто принять тех людей, безусловно, которые не готовы с вами идти. Просто их либо отпустить, либо, если они хотят с вами, то помочь, но предложить им ту помощь, которую они готовы принять. Готовы принять через своё мировоззрение. А по-иному больше никак. То есть вы никак не можете, вы не сможете вытянуть, потому что вам этого хочется. Это уже проверено не только мной, это уже проверено многими людьми. К сожалению, если мы идём тем более такими большими скачками, именно в те состояния, которые не всегда приняты, принимаемы социумом, то да, у нас очень много наших близких, наших родных людей, они отходят от нас. Но не потому, что они плохие, не потому, что мы такие хорошие, замечательные, а потому, что у нас разное мировоззрение. Просто это нужно быть в принятии, в принятии той ситуации, в первую очередь, к которой вы начинаете подходить. На самом деле окружение обновляется, и это совсем неплохо, друзья, потому что у вас появляются люди, с кем есть о чём поговорить, потому что все мы друг к другу попутчики в этом мире, в этой жизни. И, соответственно, да, с благодарностью завершаются какие-то, завершаются какие-то эпизоды жизни, и дальше начинается, дальше уже более насыщенная другая жизнь. Итак, я продолжаю, да, Света? Да, да, да. Продолжаю зачитывать. Здесь у нас есть от Алексея, не совсем поняла, пытаюсь вот уже раз пять прочитала, но тем не менее. Он пишет так. Опыт 21 день, ихних семь сухих, через день прокшавана, выходи запятых, и трудно читать, друзья, вообще. Давайте снова. Опыт 21 день, ихних семь сухих дней прокшавана выходил почти солидол. Как снять этот челок грязи в кишечнике? Ну, концовка понятна. Вот. Как же снять этот челок грязи в кишечнике? А почему вы думаете, что у вас кусок грязи в кишечнике? Ну, вот он пишет, что он выходил почти солидол. Вот, видимо, какое-то ощущение, такое вот тяночесть. То есть, ну, то, что он выходил, это как бы это нормальное состояние организма. И как снять это? Ну, наверное, просто практиковать. Ребят, я не пользовалась чистыми. Мне, для меня это было, стресс для моего организма был. То есть, заход в сухие дни – это один стресс. Ещё и чистка – это другой стресс. И стресс на стресс. И получалось, что вот эти вот сухие дни я просто наматывала. То есть, я вошла в сухие дни с чисткой, потом иду эти сухие дни, я понимаю, что я не хочу уже, мне тяжело, но я же уже почистилась, как бы подготовилась, нужно пройти столько, сколько мне нужно. И поэтому для меня это вот как-то было… Для меня это всегда были сухие дни, для меня это всегда было для оздоровления организма. Я никогда в этом… Когда у меня были чистки, я их делала несколько раз буквально, я поняла, что чист, когда у меня начинается всё с чисток, я захожу просто в те дни, которые меня просто дальше очистят. Я никогда не могла поймать эти состояния, которые я поймала в дальнейшем, когда я полностью доверилась своему организму. Уберите вот это вот… Внимание своё направьте не на чистку, не то, что с вас выходит. Но пусть выходит. Вы же не направляете своё внимание, когда вы съели что-то, вы же не ходите и целыми днями не думаете, так, а как же у меня дохода, даже у меня дошла эта пища, как же она переварилась, а достаточно ли выделилось желудочного сока, для того, чтобы у меня это достаточно хорошо переварилось, а на каком этапе сейчас, а когда же оно всё выйдет, а стоит ли мне уже другую пищу засунуть. Вы же об этом не думаете, вы просто закинулись в себя и отпускаете ситуацию. И здесь я бы вам порекомендовала отпустить ситуацию. Но если вы не можете её отпустить по каким-либо причинам, то найдите причину, почему вы не можете это отпустить, почему это для вас так важно, чтобы из вашего кишечника вышло всё. Вышло всё, чтобы что? Вы больше никогда не будете кушать? Или для того, чтобы вышло всё, для того, чтобы принимать новую пищу? Ответьте себе сначала на этот вопрос, а потом уже будете отвечать на следующий. Вам нужно полностью очистить, чтобы какую пищу засунуть? Пищу богов? Пища богов – это, наверное, какое-то… Я не знаю, что это пища богов. Поэтому важность, фокус внимания нужно, наверное, направить на ваше состояние, а не на ваше очищение. Доверьтесь вашему организму. Пусть он очищается, пусть он вычищается. Он достаточно мудр, и он умнее вас, как бы это ни было банально, но наше тело на сегодняшний день умнее нас. Наш мозг нами руководит, но тело, оно саморегенерирующее, оно всё вычищает, оно готово всё вычищать до определённого момента. Но, тем не менее, просто доверьтесь. Ну, как всегда, крутые ответы. Прекрасно, Светлана. Ребята, я, знаете, я сейчас немножко почитаю выборочно, если, Светлана, у тебя, может быть, есть вопрос, кстати. У меня есть вопрос, мне тут задали вопрос, пришёл совсем сейчас, вот недавно. Ребята задают вопрос. С завтрашнего дня начинается марафон депривации сна и спрашивают, как будет проходить марафон депривации сна. А я изначально проводила марафон, что возможности меня, что депривации сна, я рассказывала некоторые состояния, я показывала какие-то моменты, но сейчас я, видимо, пришла к такому осознанию, после очередного, видимо, своей какой-то длительной депривации, я пришла к такому моменту, что на сегодняшний день, ребят, будет депривация происходить не только в лекциях. Мы будем один из дней депривации делать совместной, мы его будем полностью проживать совместно в одной из глубокой практики, чтобы вы почувствовали, что вокруг нас не вот этот вот мягкий воздух, который изначально творится, а именно вот эту плотность, когда мы почувствуем эту плотность и вибрации звука будем принимать на себя. И вот это вот будет, наверное, одна из таких практик, которая будет новая в этом марафоне. И если обратную связь я получу ту, которую я на себе пережила, то, скорее всего, я буду, наверное, развивать именно те практики, когда мы будем видеть те моменты, которые мы не можем видеть. И это происходит все в депривации. То есть мы видим любой момент, а не обязательно в том месте, где мы находимся. Немножечко вам такое вот приоткрыло, да? Вот. И, наверное, если мы будем... Если у меня ребята научатся вот на такой недвительной депривации воспринимать вот эти вот волны ни ушами, ни глазами, то, наверное, пойдем дальше и будем вот такие моменты смотреть на те вещи, которые мы не можем видеть физически. Это совсем заинтриговало. Прям очень интересно. То есть завтра начинается марафон депривации сна, а сон вы хотите депривировать и одни сутки пока, да? Ну, там уже, пожалуй... То есть у нас нет таких вот строгих рамок, да? Марафон идет четыре дня. Он достаточно глубокий, поэтому я бы не хотела... Там же есть не совсем подготовленные люди. Вот. Поэтому я бы хотела, чтобы они прослушали ту информацию и вот насколько они готовы углубиться. Ну, наверное, это будут все-таки не одни сутки, это как минимум будут двое суток, потому что одни сутки у нас будут на раскачку, а вторые сутки мы будем вот в этой практике находиться. То есть вторые сутки уже такая практика. Вот. А на третьей сутке вот эти вот осознания, сбор вот этой вот информации и как в дальнейшем, чтобы ребята могли самостоятельно начать практиковать. Очень интересно. А марафон у вас пока как-то по времени начинается, конкретно дату, значит? Да, в 20-30 в Москве. И это все начинается, вы будете в Инстаграм или в Телеграм-чате? Нет, это сейчас в Скайпе. На сегодняшний день в Скайпе мы общаемся. То есть русскоязычный марафон у нас начинается в 20-30, а англоязычный марафон – это по московскому времени 6 утра. О, как классно. То есть получается, что у тебя на англоязычном марафоне есть переводчик? Да. О, супер. Замечательно. Очень интересно. А где это все, как люди могут зайти, раз мы уже затронули эту тему? Это все по ссылкам нужно к себе заходить, да? Да, 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 да. Как раз автополстар, где будет видео, он выставляет все ссылки. Там в любой мессенджер мне можно задать этот вопрос. И я уже перенаправлю на человека, который конкретно им скажет, как, что, когда начинаем, что. И вот все-все-все-все детально объяснит. Даже если у меня не будет времени, то она прям полностью доведет их до начала маркона. Замечательно. Прекрасно, значит. А попозже, потом у тебя 4-5 начинается именно марафон по чистым дням, скажем так, да? Да, да, да. И ты как раз расскажешь потом свои ощущения, свои какие-то процессы. Которые я жду, да. А я хочу сказать, друзья, что с 7 числа начинается известный ведический праздник на Варатре. Может быть, кто-то слышал. Если кто-то не слышал, наберите, пожалуйста, что такое наваратре. Он идет 9 дней, 9 ночей. Приравнивается к 9 месяцам материнства, когда потом появляется ребенок на свет. И очень интересные эти дни. Там по 3 дня поклонения разным богам, богиням. И я очень люблю этот праздник. Было время, когда я была в Индии. И это просто тоже мы не спали. Это тоже интересно, почему я говорю об этом. Потому что мы тоже там не спали. Там очень важно было не спать эти ночи. Потому что кто не спит, тому давалась, скажем, судьба лучше. Идет очищение, друзья. Так что со всех точек зрения депривация сна – это хорошее дело. Вот. Ну что ж, я сейчас буду выбирать. Потому что есть вопросы, которые повторяются. И так как у нас до конца, до окончания остается минут 15-30, я все-таки сейчас, простите меня, на свой взгляд задам вопросы, которые написаны. Вот, например, есть у нас вопрос от Олега. Света, как ты думаешь, почему западные праноеды не говорят про депривацию сна? И знакома ли ты с кем-нибудь древним автономом? С каким-нибудь древним автономом? Я знакома с несколькими автономами, которые больше пяти лет не кушают. Но это те люди, которые не готовы выходить на публику. Да, я действительно с ними знакома. Я знаю таких людей. И они достаточно интересные и глубокие. А что касается, почему западные... Почему они мало говорят про депривацию сна? Да, но, как я по себе ощущаю, да, что депривация сна – это иное состояние. То есть, когда мы убираем еду и жидкость, это первая ступенька, как я уже говорила, да, и она такая достаточно легкая по сравнению с тем, что насыпает на депривацию. И когда мы говорим про депривацию, у нас появляются те моменты, которые в общепринятом понимании называются волшебством. И как раз на марафоне я рассказываю, насколько это просто, когда ты это осознаешь, что с тобой происходит. Пошагово я могу рассказать то, что с тобой происходит. Но на основе вот этого всего снимаются даже фильмы, фантастика. Это снимается вот эта фантастика на наших базовых настройках. И если люди массово заговорят о том, что с нами происходит вне сна, то, я думаю, нас будут просто поодиночке отстреливать. Ну, это, конечно, образное выражение, да, но это никому не нужно. Такие люди, они, в принципе, они неудобны. Они, ну, наверное, те люди, которые должны быть где-то в тени и научать каких-то там сверхлюдей. Но я могу, ребят, сказать абсолютно точно, что те сверхлюди – это мы с вами. Еще сверх, чем мы, не придумали. Тишенька, можно потише? Сверх людей, чем мы с вами, их не придумали на самом деле. И у нас с вами настолько глобальные и обширные вот эти вот возможности, что, наверное, не каждый готов это принять. И именно поэтому не каждый готов об этом рассказывать. И я не готова рассказывать на большую публику то, что происходит, потому что это неудобно для многих, ну, это неудобно, это неправильно в нашем мире. И это, если кто-то не в теме, то, наверное, это будет даже звучать, как, ой, там еще одна фантазерка себе напридумывала. Вот, кто-то, чтобы исключить вот эти вот какие-то негативные отзывы, потому что, ну, не совсем приятно, наверное, их читать. Хотя, наверное, в этом состоянии, вот как я по себе знаю, то, что люди пишут какие-то неприятные отзывы, а их бывает все больше и больше, это они пишут. Я понимаю, что они пишут не мне, и они ко мне абсолютно не относятся. Но чтобы именно рассказать, что происходит на депривации, в тех тонкостях и в тех деталях вам никто не будет рассказывать в открытых эфирах, потому что это абсолютно другое состояние. И даже если бы мне рассказали это буквально несколько месяцев назад, я бы, наверное, тоже бы как-то не совсем это приняла, как естественный процесс. Я догадываюсь, о чем ты, потому что сама проходила первый эксперимент длительной депривации с нами, на самом деле интересно. И если вы все смотрели там такие фильмы, как «Начало», что еще, где там у нас ложка сгибалась в каком-то фильме, то это где-то про это. Где-где, Андрей? «Матрица». «Матрица», 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 спасибо вам. Вот, там на самом деле твое пространство, и хорошо, конечно, хочется пройти группой, потому что есть чем обменяться. Ну что ж, ребят, есть вопросы? Хочется рассказать немножко о инструменте, который поможет быстрее перейти на автономию. Это плазменный реактор, который можно собрать дома из подручных инструментов, скажем так. И он создает высокочастотное поле вокруг, то есть он как затягивает это. И получается, окружив себя этими полями, то есть гораздо легче будет не спать, и не есть, потому что оно снижает аппетит. То есть просто, ну, пока ты пьешь еще, то есть употребляя плазменную воду, оно снижает потребность в еде. То есть все эти бактерии, вся микрофлора, она просто переходит на питание этой плазмы и отстает как бы от тебя, и перестает управлять тобой. Вот, если вот совмещать это с голоданием, с дыхательными практиками, вот, там не спаниями, и вот постепенным таким входом, то можно добиться очень хороших результатов. Потому что я, допустим, ношу колбочку на шее, вот с этой плазмы, и когда делаю дыхательные практики, у меня как сверху такой нисходящий поток, как щекочет в голове, как будто то ли засмеюсь, то ли заплачу. Вот как-то так вот. Иногда выходит смех беспричинный, то есть постоянно вот как через смех выходит какая-то энергия. Вот, это просто от того, что я ношу ее как бы на шее. Вот, поэтому советую ознакомиться с этой технологией, попробовать ее совместить как бы с переходом, с чистыми днями, потому что она именно там и проявляется как бы больше всего. Ну, конечно, спасибо огромное, но я думаю, что не каждый человек сможет сделать этот плазменный реактор. Ну, там очень просто все. Там 200 рублей вложений и час времени. То есть, на самом деле... Хорошо, можно будет рассмотреть. Я думаю, кто нас смотрит, кто-то посмотрит, если, ну, как бы выберет каждый для себя. Вот. У вас Рюрика, да, вас зовут? Да-да. Спасибо. Вот. Ну, мы все-таки немножко, наверное, двигаемся вот в том направлении, где без костылей стараемся быть. Да, Светлана? Вот, азвучь, пожалуйста, что сказал вот у нас. Больше как-то зависит. Я просто... Я, наверное, просто не понимала, как это будет происходить. Возможно, вы правы, но я не могу сказать ни за, ни против. Я могу только рассказать свой конкретный опыт. Если кому-то это будет интересно, то он им воспользуется. Если кому-то будет интересно про те процессы, про которые вы проговорили, я думаю, они обязательно к вам обратятся и вас найдут. Вот. Но, опять же, мне, знаете, кажется, что это как все ищут какую-то таблетку, да, для похудания, чтобы вот какую-нибудь одну выпить, и ты наутро проснулся прям дюймовочка с тученой фигурой. И это, наверное, вот как мне показалось, что это история про то же самое. То есть повесил что-то там себе на шею, и ты перестал хотеть кушать. Но ведь мы на самом деле кушать-то не хотим. Это не процесс нашего физиологического состояния. Именно про это я и говорю. Именно про это я и говорю на марафонах, что в первую очередь мы прокачиваем голову. Тело идет за нами. Тело все равно идет за головой. Оно идет следом. Оно не отстает ни в коем случае. Но оно всегда идет за головой. И когда мы раскатаем вот эту вот нашу кутушку в голове, именно после этого у нас встают все процессы наши естественности. Они встают именно на те места, на которых они должны стоять. Без каких-то дополнительных усилителей. Потому что если вы говорите, что вот этот процесс, он позволяет вам не есть, не пить, что убирает голод. А если этого не будет, вы сразу же сорветесь. Голова-то ведь не проработана. Что будет после того, если вот ту волшебную пилюлю, которую вы предложили, убрать из жизни того человека? Она на переходном этапе, на самом деле. Пока тело не переключится на внутренний источник, она на переходном этапе помогает как бы за счет того, что вокруг ты создаешь высокочастотные поля, который тебя вытягивает в тот поток Творца. И тот поток не мысли ума, а именно как бы изначально твой поток. И таким образом как бы просто... Да, это как костыль, но у нас все в мире костыли. У нас и еда костыль, и сон костыль. Это все как бы... Поэтому выбираемся как можем. То есть я считаю, что это хороший инструмент. И мы будем как первопроходцы в исследовании применения чистых дней, с этим, потому что люди и так на обычной едине и получают очень сильные результаты. То есть там излечивается и там Паркинсон, и всякие вот такие вот болезни просто от того, что стоит реактор рядом. Растение поворачивается в сторону реактора вместо солнца. То есть начинают какие-то новые ростки расти сразу. То есть какая-то очень сильная энергия от него излучается, что это влияет на все вокруг. Вот поэтому... То есть вы даже сами не понимаете, какая энергия излучается. Вы говорите, какая та очень сильная энергия. Тихо. Вы знаете, Рюрик, я бы хотела просто сказать, что так как у нас встреча с практиками, мы с удовольствием послушаем вас, когда у вас будет уже ваш опыт, когда вы пройдете несколько дней вот вместе с этим ядерным или каким-то там реактором. Вот. И тогда будет прикольно. А пока мы все, только информацию пересказываем. И, ну, наш эфир сегодня о практиках. Вот. Именно о практиках. Светлана и те, кто практикуют, они идут в ногу и задают вопросы по ходу пьесы. Если предложение ваше интересно, тогда начните практиковать, и мы даже озвучим ваш эфир, как только у вас будут результаты. Хорошо? Хорошо, благодарю. Спасибо. Вот. Что ж, мы движемся дальше, потому что вопросов очень много. Светочка, ты сама зачитываешь или мне так же? А я... Можно зачитать один вопрос, который пришел в Инстаграм? Я слушаю ваши эфиры и все-все-все понимаю, что вы говорите. Проходит эфир, и мое понимание утрачивается. Снова переслушиваю, и снова приходит ясность. Но через какое-то время ясность пропадает опять. Почему так происходит? Так происходит, потому что вы эфиры воспринимаете через ум. И когда вы воспринимаете через ум, у вас все это начинает как бы логически складываться. Но то, что я говорю, это логике не подвержено. На самом деле это те процессы, которые не воспринимаются мозгом. И именно поэтому, когда эфир заканчивается, у вас получается такое, как облако, как будто бы уходит. Вроде бы все поняли, а зацепиться не за что. И именно поэтому, когда мы говорим о тех состояниях, это именно те состояния, которые вы должны пропустить через себя. Вы должны их прожить. Пока вы их не проживете, они у вас не закрепятся. Умом невозможно их понять. Их можно понять на какой-то момент. И для себя понять, что, о, да, логично, вроде как бы здорово. Но на практике через ум это ничего провести невозможно. Только через сердце, через себя. Отлично. Спасибо. Так и есть. Только через себя. Только через себя, когда мы пропускаем, мы можем что-то озвучить, поделиться и так далее. А пока мы будем только проводить умозаключение, и это ни к чему не приведет. Спасибо. Друзья, есть вопрос у нас прямо в нашем чате Zoom. И хотел Юрий задать вопрос. Слушаю вас, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. По голову. Погромче, пожалуйста, погромче, Юра. Так. Здравствуйте. Шумит. Может быть, снимите свои наушники, потому что мы вас прям вообще шепотом слышим. Страшный треск, страшный треск. Алло. Наверное, напечатайте его, потому что мы вас не слышим. Напечатайте, пожалуйста. Я пока озвучу вопросы, которые уже ожидают давно у нас на канале YouTube. И один из них такой, задает этот вопрос, ну такой, мне он понравился, поэтому, извините, задам я его от нашего участника, Богуслава. Богуслав спрашивает, Света, расскажите, пожалуйста, о процессе трансформации сексуальной энергии у вас. Сексуальная энергия? Да. Ну, наверное, здесь она действительно трансформировалась, и здесь иное представление, получается, о сексуальной энергии. То есть ты можешь получать удовольствие, когда ты сидишь с тем человеком, который ты понимаешь, что он тебе дорог, он тебе близок, и именно этот человек, который на данный момент является каким-то тем мужчиной, если простым языком говорить, является тем мужчиной в твоей жизни, который на данный момент тебе интересен, тебе дорог, и ты понимаешь, что на данный момент это твой мужчина. И в таких состояниях ты можешь быть абсолютно счастлива, просто поговорив с ним, просто посидев с ним, просто помолчав с ним. Но это уже, если мы говорим именно о сексуальной энергии, то это уже не является процессом, именно самим процессом, это является состоянием. Чтобы, наверное, получше воспринималось, вот смотрите, когда вы хотите что-то покушать, вы думаете о вкусе, вы думаете об эмоциях, что вы получите, но вы никогда не думаете о том, что вот я сейчас положу это в рот, столько-то раз пережую, потом у меня скопится слюна, и я это проглычу. И именно вот этот процесс, наверное, как-то близок к этому. Ты уже не думаешь о этом механическом каком-то процессе. У тебя идёт иное состояние, у тебя идёт иное восприятие, она идёт в близость на других вибрациях, и она не обязательно должна быть механическая. Я не знаю, насколько это понятно, я объяснила, но вот оно как-то немножечко, немножечко с другого ракурса идёт. Как бы я не отрицаю, что механическая она тоже есть, но она уже идёт не в принятии, а в отдаче, когда ты готов отдавать, и когда ты чувствуешь, что тебя партнёр наполняет, когда вы наполняете друг друга, а не забирает в себе какие-то эмоции. Всё понятно. Всё понятно на самом деле. Я думаю, кому непонятно, тот переслушает, либо начнёт практиковать. Здорово. Итак, друзья, смотрите, у нас есть ещё много-много вопросов. Сейчас постараюсь всё-таки их озвучить. Анастасия спрашивает, если интерес к фильмам, книгам, видео на YouTube, можешь посмотреть или неинтересно. Ну, вроде бы, как было, но если коротко, да, потому что очень много вопросов, Светлана. Просто уделим внимание чуть-чуть. Настюш, я уже, наверное, говорила в каком-то эфире, что мне не очень интересны книги, которые идут вот эти вот художественные. То есть я иногда, когда у меня есть время, с удовольствием читаю ту литературу, которая по каким-либо причинам, она у нас в общем доступе запрещена. Поэтому я, конечно же, не буду ни авторов, ни книги озвучивать. Что касаемо на YouTube какой-то информации, то правда у меня просто, у меня не хватает времени. Возможно, я бы хотела какое-то что-то посмотреть, но у меня не всегда хватает времени. Но, опять же, если я катаюсь на велосипеде, то у меня еще есть такое, что я включаю что-то на YouTube. Бывает, что с Автополстара, но очень редко, потому что... Ну, вот бывает с Автополстара что-то включаю. Бывает, что включаю какие-то книги, бывает, что включаю какие-то разъяснения. Мне очень нравятся какие-то мысли ученых, например, математиков, какой формы наша Земля, как они размышляют. Но на самом деле это все такое пустое, поэтому чаще всего, если я сейчас на данный момент катаюсь на велосипеде, чаще всего я, наверное, катаюсь в тишине, когда ты можешь поймать то, что происходит вокруг тебя. И это самый такой большой кайф. А фильмы... Фильмы я, наверное, уже очень-очень давно не смотрела, но в последний раз я смотрела фильмы именно с детьми, потому что... чтобы именно вот эта атмосфера с детьми. А так, чтобы посмотреть какой-то художественный фильм, ну, пока у меня нет ни времени, ни желания, наверное. Мне немножечко кажется, что это вот отошло немножко. Возможно, это придет потом вновь. Возможно, мне захочется какую-то перезагрузку мозга сделать. Какой-нибудь на лайне. Ну, пока нет. Пока так. Благодарим за ответы. И у нас Юрий настроил звук и рвется с вопросом. Поэтому, Юрочка, включайтесь. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, Светлана. Скажите, пожалуйста, что вот вопрос по поводу целей и задач, какие стоят. То есть вот люди много жизней тратят на то, чтобы, ну, там, прийти к этому, научиться вот через автономию ощущать это все. Там левитировать, по воздуху летать. Людей там воскрешать. И цели. Какие цели и задачи вот всего этого? Ну, наверное, меня многие сейчас осудят, но у меня у меня нет целей и задач. У меня изначально, ну, у меня как бы есть такое, конечно же, я совсем не лежу на диване, там, что-то не делать. Я на сегодняшний день с удовольствием отдаю, с огромным удовольствием отдаю ту информацию, которая приходит ко мне. Я ее отдаю в своих марафонах, я ее отдаю на эфирах, я ее отдаю в своем, мы много с ребятами общаемся в клубе, который вот я создала. Я ее отдаю на консультации с огромным удовольствием. И точно так же я на сегодняшний день помогаю своим детям получить те знания, к которым они стремятся. Но таких, чтобы целей, чтобы я прям шла к этой цели, у меня сейчас нет. И у меня настолько вот состояние такое, что я в принятии. Если оно есть, то оно случается. Это не хорошо и не плохо, оно просто случается. И как бы, чтобы бежать куда-то, у меня это состояние отпало. Если раньше у меня были прям какие-то глобальные цели или просто какие-то мечты, или я к чему-то очень стремилась, то сейчас у меня есть, ну такие, наверное, это даже, наверное, я не скажу, что цели или задачи. У меня есть небольшие такие вот установки, вот я бы хотела прийти вот к этому. Но если я к этому не приду, то для меня это не будет каким-то разочарованием. То есть я это приму, потому что вот оно так есть. Но еще есть такой момент, что если у меня есть какая-то, пусть даже, скажем, цель, то она будет абсолютно честная по отношению ко мне. Если она у меня есть, то она у меня есть для чего-то. То есть она у меня есть не просто потому, что так надо, не просто потому, что это навязано социумом, не просто потому, что мне хочется там порисоваться даже перед самой собой. А если я чего-то себе запланировала, то это для того, чтобы для каких-то конкретных шагов, чтобы было во благо не только для меня. И, естественно, эти желания, они сразу же материализуются. И точно так же, как мне говорят, что вроде как вы вот такой вот весь автоном-автоном, вы не должны брать деньги, вы должны вот это за бесплатно делать, у вас не должно быть цели. Они есть, но их уже нет в том понимании, когда мы несёмся за этой целью и начинаем её просто вот ощущать всем своим темам, что вот я хочу. И когда ты к ней приходишь, ты понимаешь, что как бы... А в чём радость? У нас... Мы должны просто чётко осознать, что всё наше счастье — это в пути. Не в той цели конечной. Конечная цель, она может быть здесь. Она может поменять своё направление быть здесь, быть здесь, быть здесь. Неважно, где она есть. Но если ты не будешь счастлив в самом процессе, если ты не будешь счастлив в самом пути, в своём жизненном пути, то все эти цели, они будут обесценены. Они будут нулевыми. Поэтому если вы не научитесь получать именно счастье от процесса, от процесса своего хождения, от процесса своего пути, то всё это тщетно, всё это нулевое. И все ваши цели, они просто будут обнуляться. То есть вы считаете, что по воле Божьей всё должно случиться? Нет, я так не считаю. Но что значит по воле Божьей? Во-первых, Бог, Бог тот такой Бог. Бог внутри нас. Если мы говорим вот об общепринятом, да, вот этих без деталей, без каких-то. Бог внутри нас. Мы, мы сотворцы. И мы должны прийти к этому состоянию сотворца. То есть мы изначально созданы как сотворцы. И если мы уберём вот эту вот шелуху, которую на нас навешивают, на нас навешивают, неосознанно наши родители, на наш социум, наши какие-то климатические условия, региональные предпочтения. Там можно в миллион всего вот перечислить, что на нас навешано. И если мы вот это вот уберём, то наш стержень, истинные мы, это сотворцы. И если мы говорим, что будет по воле Божьей, это, знаете, как такое вот, плыть где-то, где-то в чём-то, непонятно куда. Но я вам говорю, не где-то в чём-то непонятно куда, а я вам говорю, что если вы ставите себе какую-то определённую точку Б, вот мы сейчас в точке А, и если вы себе поставили точку Б, то нужно не вкладывать всю свою энергетику в то, что вот когда я дойду до точки Б, я буду абсолютно счастливой. Это, знаете, вот когда я похудею, я буду счастлив. Вот когда я буду богатой, тогда я буду счастлив. Вот когда я буду это, я буду счастлив. Нет. Если вы не можете стать счастливым здесь и сейчас, если вы не можете быть счастливым в процессе, в процессе движения к вашей цели, то вы не будете счастливы и от самой цели. Я вот о чём говорю. И здесь не по воле Божьей, то есть я не перекладываю ни на кого ответственность. Я не говорю, что он такой плохой, он меня не довёл. Он такой нехороший, он не дал мне сил. Он такой забыл про меня, что не дал мне какого-то лёгкого пути. Ни в коем случае. Я сотворец. Я сотворец твоей жизни. Я творю свою жизнь. Я творю свой мир. И ни в коем случае я ни на кого не перекладываю эту ответственность. Я делаю так, как мне нужно. И если что-то пошло, как я думаю, что не так, тогда мне нужно будет, наверное, сделать какую-то рефлексию и подумать, а для чего мне это надо? Каждый шаг, который мы делаем, нам это нужно. Только понимаем мы это или нет, это другой вопрос. Я ответила на ваш вопрос? Да, вы вот очень по-христиански, вот это очень близко к христианству. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хотела бы спросить Светлану, как у нас со временем, потому что мы сегодня затянули, а вопросы ещё есть. Мы будем быстренько отвечать, либо отнесём более подробно на следующий эфир. Давайте ещё 7 минут, до 20 минут поотвечаем, а дальше уже на следующий эфир. Отлично. Тогда поехали. Значит, ещё есть вопросик такого плана про… Вот у нас Артём ждёт с прошлого эфира, потому что говорит, что на прошлом эфире было про жиры вопрос. Можно ли рассказать сегодня, пожалуйста? Артём, про жиры или про замасливание? Вот я думаю, что да, потому что жиры я вообще не помню, скорее всего, да. Вообще, Артём, тебе грех эти вопросы задавать. Ты был на марафонах, и ты идёшь на следующий. Вот, и поэтому, наверное, ты что-то как-то более конкретное задашь на марафоне, и мы более конкретно разберём, что тебя конкретно интересует. Потому что, ребят, жиры и замасливание – это абсолютно разные вещи, и это такая достаточно глубокая и большая тема, и она очень индивидуальная, и она зависит, как ни странно, от наших внутренних органов, насколько нам это будет актуально и полезно. потому как жиры, они идут от состояния, от внутреннего состояния, от нашего физиологического возраста и от нашего образа жизни и от наших медицинских препаратов. Если мы говорим о замасливании, то это в первую очередь идёт от нашей печени, в каком состоянии наша печень и как она эксплуатировалась все эти годы. Поэтому здесь такой, он достаточно глубокий вопрос, и я бы его не стала озвучивать, чтобы каждый не начал его применять на себе. Это очень индивидуальный процесс, и такое больше, наверное, как-то к медицине относится, поэтому вот его нужно очень чётко прорабатывать индивидуально. Замечательно. На самом деле, если большой вопрос и требует, скажем, глубины, то лучше, конечно же, либо позже, либо на марафоне. Друзья, ну я думаю, что у нас сейчас будет вопрос завершающий на сегодня, и он таков. Нелла спрашивает, скажите, пожалуйста, я сейчас на воде с мёдом, и почему иногда идёт всплеск агрессии? Связано ли это с мёдом? Ну, всплеск агрессии идёт, потому что вы употребляете мёд, это вы запускаете поджелудочную железу, поджелудочная железа – это гормоны, а всплеск гормонов, когда у вас организм в истощённом состоянии, в состоянии голода, потому что вода, когда вы употребляете воду, вы не можете перейти на автономию, вы в состоянии голода. И когда вы в состоянии голода, у вас вот этот всплеск гормонов, конечно, это агрессия, и это в лучшем случае. И я бы вам посоветовала очень-очень внимательно к этому отнестись, потому что, возможно, через буквально какое-то время у вас просто будет вас очень неприятно рвать желчью. И это очень длительный процесс, это неоднократно, это может затянуться на сутки, на двое и даже на трое. И это очень травмоопасный процесс для вашего организма. Поэтому, ребят, прежде чем входить в голод либо в чистые дни, нужно как минимум изучить информацию, как минимум изучить свой организм. Но если у вас есть возможность идти с каким-нибудь наставником, доверьтесь ему, потому что у вас вот это физическое тело в данной жизни, оно единственное. Не мучьте его, не ставьте над ним эксперименты, иначе оно вам ответит тем же. Да, с телом нужно договариваться, друзья, и на самом деле, если тело по каким-то причинам получит обидеться, скажем так, то он умстит. Так что умеете договариваться со своим телом, и к чему этому можно научиться, так не столько научиться, как прочувствовать вместе под рукавством Светланы на марафонах, которые начинаются в ближайшие дни. Один по депривации сна будет завтра, и следующий марафон будет 4 или 5 числа. Мы еще не знаем, да, Светлана? Знаем. Сейчас, по-моему, он у нас начинается, сейчас скажу точно. Но если 4 понедельник, может быть так, 4 он и будет у тебя, да? Так, 6 октября. 6 октября, в среду, вот так. 6 октября, в среду. Прекрасно, друзья. Представляете, мы в среду начнем только, ну, как бы, я так понимаю, что первый день всегда вам такое видение, специальность. А 7 как раз севедический праздник начинается на 9 дней. Мне кажется, вообще клево-клево. Я еще думаю, ну, как-то так ни туда, ни сюда будет 4-го, 5-го. А тут мы начинаем все 7-го, 6-го и 7-го числа. 6-го на 7-го в ночь уже праздник. Круто. Можно и подепривировать сон заодно. Ну, что ж, Светлана, я предлагаю завершить сегодняшний эфир. Завершаем, потому что сегодня час 20, и очень активненько было. Друзья, прошу вас не обижаться, у кого не заданы вопросы, потому что они либо повторяются, либо непонятно написаны. Ну, там было буквально от одной девушки только немножко. Вот, я думаю, что мы обязательно ответим на следующий вопрос, ой, на следующий день, на следующий четверг наш, чистый четверг, как всегда. И также заходим в практику, в то, насколько может, пожалуйста, по своим возможностям, без фанатизма, с любовью к себе и своему телу, конечно же. Светочка, скажи последние фразы, какие ты хочешь на прощание. Я всех благодарю, благодарю, что меня пригласили на этот эфир опять. И, ребята, относитесь с огромным пониманием и уважением в первую очередь к своему телу и прислушивайтесь к своей голове. На данном этапе это очень важно. Если вы куда-то идете в чистые дни, либо просто в лечебное голодание, то идите очень аккуратно, очень ответственно и очень бережно к самому себе. Я вам всем желаю огромного здоровья, счастья. Я вас всех обнимаю и благодарю, что здесь слушаете. Спасибо тебе, Римочка, спасибо, Автополстар. До встречи в следующий четверг, также в 10 вечера по Москве. Всем добра. Полетели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok